Что бы хотелось бы изменить, допустим, в Геленджике, ну, в лучшую сторону, например? Сегодня находимся в гостях у Александра. Александр нам сегодня ответит на пару вопросов. Как город, как город Геленджик, например, расскажи, что тут хорошего? С какими трудностями сталкивается? Нет работы. Работы нету, да? Хорошей работы нету, да? То есть работа есть, но она только на удаленном доступе где-то к работе, если, да? Ну, то есть достойно, нет. Ну, на ПМЖ хотелось бы сюда переехать. А почему? А почему? Не, 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 я уже вас не могу. Москва напрягает? Всем привет, ребята. Решили провести такой небольшой со всеми соцопросов отдыхающих вот здесь, вот возле набережной. Отзывы о курорте, да, что плюсы и минусы какие, постараемся выяснить. Ну, а также пообщаемся с местными, нашими знакомыми, людьми. И с теми, которые пытаются сюда переехать на ПМЖ и уже живут не первый год, скажем так, уже живут здесь несколько лет. Да, вот отсюда центральный причал, отсюда, в принципе, все отправляются теплоходы, Империя, Саламандра. Мы ходили как-то в открытое море, море, скала Парус. Да, кстати, вот еще хотел бы добавить, что возможно встреча с дельфинами. Вот здесь даже об этом это вот ребята вот озвучивают, да, там. И реально с дельфинами мы встретились. И также у нас была вечерняя прогулка как-то. Туда входила дискотека там, короче, стриптиз-шоу. В общем, достаточно интересно. Это будет ссылочка у меня на канале. В принципе, все это покажу. Вот тоже прекрасный скверик. Мне очень радует здесь находиться. Тут-тот. И фонтанчик, и Владимир... А, тут столовая рядом. А, музей восковых фигур здесь вот еще вот показывается. Не хочешь в музей восковых фигур сходить? Мы как-то ходили уже в один из музеев восковых фигур. Это было еще в 11-м году. Но я думаю, тут, в принципе, не сильно изменилось. Те же, по-моему, фигуры остались. Вот такие музейки. Девчонки, как вам город Геленджик? Нравится вообще? А вы давно здесь отдыхаете? Вчера. Три дня, первое впечатление? А мы не первый раз здесь. Ну, понятно. А почему именно выбираете Геленджик? Весело. Весело? А не смущает какие-то недостатки, может быть, есть, может быть, или нету? Все хорошо вообще, абсолютно. Да, смущает. Но пока мы здесь недорого, я, допустим, недорого, поэтому я не знаю, еще не все посмотрела. А были в Крыму, допустим, где-нибудь? Нет, были в других странах. В других странах? В Турции, например? В Германии. В Германии? А, ну там не курортный город, да, получается? В море-то нету? Да, ну там... Да, а в Сочи, допустим, были? В Сочи, не были. Тоже не были? Но вы сами издалека приехали, если не секрет? А? Да, Воронеж. А, Воронеж, ну... Юляшка, твои родственники. Воронеж. Ставропольский. А, Ставропольский, да. Ну ладно. Так, а что бы хотелось бы изменить, допустим, в Геленджике, ну, в лучшую сторону, например? Ну, цены, может быть, как-то там смущают. Нормальные цены, да? Да. Да, по сравнению с городом Сочи, потому что вот мы сделали, вот мы из Сочи приехали только что, там цены гораздо больше. На набережной посидеть, там, ну, какой-то супчик рублей 150 в самом дешевом месте посидеть. Здесь можно пообедать полноценной за эти деньги. Ну, не знаю, я просто видела, цены намного дороже, поэтому мне сейчас ничего не мешает. Ну, а ночная жизнь сейчас еще осталась, как бы бархатный сезон, уже все-таки многие... Куда вы предпочитаете, какие заведения? Там мы еще не туда не хотели, на яхте катались. Где? На яхте. А, на яхте катались? А сколько прогулка стоит? Ну, мы за 20-30 тысяч рублей. А, ну, нормально, в принципе, это недорого. В открытое море туда, да, ходили? Там вчера шторм уже был? Нет, мы не в открытое, мы здесь. А, здесь, по бухте. Понятно. Потому что в открытое море, наверное, не выпускали. Да, да, так и сказал. Нам опасно было бы, да. Ну, всего хорошего вам отдыха, до свидания, до свидания, всех благ. Наслаждайтесь жизнью. Спасибо. Вот такая-то еще информация. В начале 20-го века Блинжик посетил писателя Короленко, Горький, Шудинян, Лоустовский, Маяковский, Пастернак. А, первый санаторий открыт в 1900-м году, отгазывается у нас. Скажите пару слов. Вы здесь, я так понимаю, местные жители? Вот, девочка, ответьте нам пару. Какие-то есть недостатки у вас, ну, в городе? Все нравится абсолютно? Да. Ну, может быть, какие-то там недостатки? В городе отключают. Часто отключают? Да. То есть сентября, да, октября месяц. Это связано с тем, что большой напух отдыхающих, да? Да. Понятно. А были где-то в других городах соседних, может быть, там, в Сочи, в Дивноморске? Да, в Дивноморске, в Анапе, в Ласковском. Больше в Анапе нравится или нет? Ну, нет, мне там людей больше нравится. Администрация города разместилась в этом здании. Хорошо. Мы так приехали, вы еще потом... Первое впечатление вообще, ну, вообще, как бы, что нравится, нет? Мы из Дивноморска приехали, там вот посмотреть вообще нечего. Ну, в смысле? Мы приехали сюда, просто хотели погулять, посмотреть достопримечательности, что здесь есть, поинтереснее. Ну, здесь очень красивая набережная, да? Да, на первых... Да, кстати, очень красивая, мне понравилась. И, как бы, есть такие фонтаны, отличаются, очень интересные. А в Дивноморске не были, там, допустим, на Нудийском пляже? Там есть очень знаменитый пляж, Нудийский. Нет. Не ходили туда? Советую туда сходить. Всего хорошего, хорошего отдыха, до свидания. Спасибо. 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 Гриша, расскажи что-нибудь, как ты поживаешь? Как поживаешь? Что это такое? Это мячик, да? Попой микрофон, где микрофон? Вон, давай, спой что-нибудь. Расскажи, Снегурочка, где я была, давай. Сегодня мы находимся в гостях у Александра. Александр нам сегодня ответит на пару вопросов. Как город Геленджик, например? Расскажи, что тут хорошего? Что вам нравится, что не нравится в городе? С какими трудностями сталкиваются? А вот у нас есть Олег, сейчас скажет тоже пару слов. Олег собрался переехать на ПМЖ в город Геленджик. Дима тут прожил. Дима, с какими трудностями ты тут сталкиваешься? С учёбой. Нет, она может и есть работа, но в основном обслуживающий персонал. Потому что это курортный город. В основном, да, кстати, нам это говорила, как раз женщина, по-моему, встретилась. Она говорит, только вот что-то, один обслуживающий персонал, там бармены, официанты, да, требуется больше ничего. Да, сезонная основная. Сезонная, да. Ну, на ПМЖ хотелось бы сюда переехать. А почему? Ну, почему? Я не знаю, что у вас не может. Москва напрягает? И бешеная энергетика здесь как-то так другая. Да, я люблю поспокойнее. Мне нравится Москва и за людей. Ну, ты уже здесь, получается, два года, да, почти? Да. Почти два года. Ну, сам пытался сам устроиться куда-то еще? Да нет, я как-то не заморачиваю. Удаленно? Мне кажется, микрофон будет плохо слышен, потому что телевизор забивает. Соково будет. Тут надо... Погромче сделать, у меня. Своё дело. Своё дело, да, открывать надо. Ну, а для этого нужны какие-то тоже финансовые возможности. Не, может, не с нуля. Так начинать, типа. Но у меня знакомый сказал, что, говорит, для этого надо, говорит, на лапу дать, говорит, нужным людям, да, чтобы потом, как говорится, открыть своё дело. Потому что везде... Ну, типа, ну, типа, какой-то там удела какой-то, типа, магазинчик, там, что-нибудь такое, продавать пиво, водку. Для чего это токар? Не, ну, можно заниматься, типа, каким-нибудь, видимо, словом, типа... контору клининговой компании уборки тебя есть команда людей которые будут он не выпил я перелил с разгрузками-погрузками но в новороссийске говорят лично свое свое дело проще открыть гораздо чем в городе курорт в геленджике вот у меня просто знакомый директор бывшего нашего магазина я кстати с ним хотел поговорить на эту тему но он слился в последнее время не заходил на связь побоялся наверное вот он сказал он в российском открыл какой-то пивной свой варёк там не знаю что там ну пивом короче продает сделать чуть-чуть потише вот пробовал геленджике в геленджике говорит типа требует сразу чуть ли не 300 тысяч на лапу блин чтобы какой-то да чисто вот чтобы чисто открыть . там еще сколько ты отдашь ладно все тут также есть точку открыть 300 тысяч у нас есть знакомый у которых там точки 300 тысяч да точка стоит еще не факт что пойдет потому что конкуренция тебя естественно вызывает а у него сам сосед миллион за точку платят в месяц кто-то миллиам платит ну это от бизнеса наверное зависит там мало идет 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 да ну вот так идет у нас по всей девочке сегодня приятная атмосфера Александр нас угощает пивом хорошим хэненьким все пою у нас короче дружище как вы относитесь ко всему происходящему как новому году вас очень радует ситуация да не ну у нас не только елочки у нас и камин прекрасно есть когда у нас с днами рядом Елена нас всегда очень радует разные ситуации она горячее чем камин соглазить ну хорошо вот Александр вот вы построили такой коттедж прекрасный как вы добились такого результата что у вас то у вас сзади на заднем фоне вот мне очень нравится камин берете ильдорадо и добиваетесь от берете биту и берете ильдорадо и добиваетесь от продавцов чтобы взял сзади вот такой вот камин просто шикарно смотрится очень шикарно я бы сказал такая обстановка такая расслабляющая приезжал к нам квартирный вопрос вот они вот так вот все поставили сказали в общем ничего сделать не смогли говорит можем поставить только один телевизор спасибо и на это с таким серьезным видом все это снимал аж там блять качали все выкаблучиваться там специально блять а ты заметила заметила? да да я это заметила а я еще МТВ же емано видела у меня футболка МТВ я видела футболка МТВ да я еще с крап я ее не обратила а потом пригляделась девушка шла такая хорошая модельная внешность мы потом ее позировать заставили она сама нам от него не отставала видела там нет фотки-то? нет, очень нет по-моему мы им показывали по-моему или показывали ну ладно, пока допрос закончил продолжение следует ну ладно, спасибо и что